Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Городная Азбука. Сегодня 2 марта и вот видно, что у нас, видите, вся теплица моя окружена сугробами полтора-двухметровыми. И вот после долгого перерыва, несмотря на то, что мы сугробами окружены, я сегодня буду выносить свою рассаду в теплицу, на солнышко, потому что первый раз за продолжительный долгий период после буранов и метелей появилось солнце. Но несмотря на то, что солнце появилось, смотрите, какие большие, вот видите, вот земля, это все снег, 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 снег. Полтора-два метра по периметру теплицы все у меня завалено снегом. Но это не важно, мне главное, чтобы была температура подходящая для рассады, которая будет здесь стоять. Сейчас я вам расскажу про температуру. Конечно, на той стороне, где сугробы и снег, я ставить не могу, потому что снег, он сильно понижает температуру, охлаждает. У меня стеллаж, на котором я, ну это как, не просто закаливание, а просто я здесь, когда подходящая температура, я прям выращиваю здесь рассаду. Конечно, на день заношу, ой, на день выношу, а на ночь опять заношу. И сейчас я вышла, чтобы посмотреть температуру. Час назад я выходила, было 10 утра. У меня вот на этом градуснике, первый ярус было 6 градусов, поднялась до 12. А вот на этом ярусе было, наоборот, 12. Сейчас поднялась до 20. Значит так, там где выше, ясно, там теплее. Сейчас начну выставлять рассаду свою лотку, лотки вот на этот вот ярус. Несколько штук вынесу, пока выношу. Здесь температура тоже поднимется, но при 13 градусах я томаты уже не боюсь выставлять сюда. Это как раз та самая температурка, которая нам поможет рассаде не вытягиваться. И я уже и в прошлый, и в позапрошлый год говорила, что поставила, эту построила, задумала, эту предмоговую теплицу только для того, чтобы повысить качество своей рассады. Здесь создается идеальный такой микроклимат. И прохладненько, и солнце, живое, солнечные лучи. Даже если что-то в лотках, там в стаканчиках, заводится какая-то плесень, солнце все выжигает. Это позволяет выращивать рассаду естественным способом, без различных обработок, без различных там добавок каких-то, которые вот некоторые добавляют, чтобы рассада не вытягивалась, чтобы она укоренялась. Солнце и такая вот невысокая температура позволяет вырастить рассаду естественным путем. Все, сейчас пойду вытаскивать, и потом вам покажу, какими стали сеянцы за это время. Ну вот, прошло полтора часа, я вынесла свои томаты. 20 градусов вот на этой полке, нормально, солнце. Сейчас хочу я вам показать. Сегодня весь день буду работать в теплице, готовить землю для перевалки. Вот эти, которые для раннего урожая, вы видите, они уже такие взросленькие. Их буду готовить грунт для того, чтобы их перевалить в большой стакан. Сегодня я их перевалить не успею, я сегодня просто приготовлю стакан и напишу этикетки, приготовлю грунт. Вся подготовительная работа, она очень тоже много времени занимает. Но я хочу вам сказать, что посевы, конечно же, разные. Вот те, которые для теплицы с подогревом, они уже такие более-менее взросленькие. Я планирую уже через месяц их высадить. То есть месяц после посева они прожили в 200-граммовом стаканчике. И месяц они будут, ну месяц, 3 недели, стаканчики 500 граммов. Потом, если я их высажу в теплицу, значит на этом и закончится. А если я их не высажу в теплицу, значит, возможно, я буду переваливать их в мягкие пакеты, как в прошлом году у меня есть видео, в 2-литровые. Но посевы, конечно, разные, не только большие. Это вот у меня преимущественно для тех теплиц, где я грею. Но у меня есть вот на верхней полке, но я не буду их снимать. Вы увидите еще вылупленыши, которые только-только вылупливаются. Не знаю, увидите вы их или нет, я не вижу, что видно в камеру. Но там, короче, вылупленыши, которые вылупливаются. Вот это вот такое стадо, орава целая. Сразу видно, что это посев из своих семян, чтобы вам видно было вот так. Это я посеяла. Что тут у меня? А, это крупноплодные, индетерминантные для теплицы, где у меня только инфракрасный обогреватель. Как вы видите, они зашли очень дружно, даже слишком. Мне их нужно пикировать, они уже с двумя вот листиками. Видите, два настоящих листа. И вот в таком виде их уже нужно срочно пикировать. Так что работы много. Нужно эти распикировать в 200-граммовые стаканчики. Те нужно перевалить в 500-граммовые стаканчики. Для всех для них нужно готовить землю, потому что у меня закончился грунт, который я осенью заготавливала и весь удобряла. У меня теперь отдельно перегной, отдельно черная земля полевая. Нужно их смешивать, удобрять. Работы много. Но сейчас покажу, что не все такие у меня большие. Сейчас покажу еще маленькие посевы, которые... О, Надюшка. Сейчас перейду на другую сторону. Все на ту полку не поместились. Еще вот есть иностранцы, которые посеяны редко. Вы, наверное, видите разницу. Те, которые мои семена, они сплошным посеяны очень густо. Те, которые покупные, дорогие... И вот эти я покупала на сайте по 40-50 рублей, 5 штук, там 10, не знаю, всякие цены. Те посеяны очень-очень реденько. И очень реденько посеяны те семена, которые по обмену или в дар. Видите, способы посева тоже разные. Я сею по-разному. Здесь вот каждого сорта всего по 3-4 штуки. А там, где много... Ну-ка, сейчас посмотрим. Не могу даже прочитать. Но вот это мои семена. Но тоже, вы видите, есть большие, есть маленькие. Потому что для каждых томатов приготовлена своя отдельная судьба. Кто-то поедет в теплицу, будет выращиваться в комфортных условиях. Кого-то я выброшу в открытый грунт. Возможно, первое время будут под пленкой, потом будут выживать в сибирских условиях, как смогут. И от этого зависит и размер моей рассады сейчас, ее состояние. Все это и то, что я с ней делаю. С большими я уже буду работать сейчас в большую тару. Но эти пока подрастают, подростки. Есть вылупленыши, есть подростки. Есть вот первый призыв. Вообще он уже скоро будет выкинуть в теплицу. Но до того, как выкинуть в теплицу, мне нужно туда хоть раз проползти. Судя по сугробам, которые я вам показывала вокруг теплицы, дороги еще не проходимые в огороде. Ну, метр точно есть, наверное, снег. Буду пытаться как-то пробивать дорожку, чтобы посмотреть хотя бы, что там у меня творится. Вот эти вот, которые теплица с подогревом. Мне самой очень интересно. Но по техническим причинам попасть пока туда не могу. Все, до свидания. Вот это сделала такой небольшой обзор в теплице, что я выставила. Сейчас я их поливаю водой, немножко бледно-розовым раствором марганцовки. Расскажу про полив и расскажу про подготовку грунта. Тот, который я буду готовить для перевалки в большие стаканы.